всем привет у нас девятый час вечера я приветствую вас уже который день я думаю я беру выходной я беру выходное сегодня снимать не буду и я реально я реально ничего не снимала и отдыхала утрен эти сегодня был тест учительница так нам лично и не пришла она мне написала мы там и дом шкреп шкряпаем убираем игрушки там были соли ну короче мотивация супер спасибо учительница ничего так не мотивирует как приходит какого-то особенно мало знакомого человека сразу хочется повыпендриваться вот и куда поехал в общем мы убираем и тут она пишет типа извините у меня с температурой как бы мой муж за ним смотрят и если вы не против остел я еще могу пройти а не надо под либо в общем ничего поменяем как-нибудь другой раз и говорю давайте попробуем опять сделать зим звонок этот и сделать этот тест который тренете должна была сдать говорю может что-то получится я не могла сообразить как делиться экраном нашего компьютера в общем с ней как будто все выходит а вот эта кнопочка куда нажать не высвечивается я не могу на я на типа нажимаю но ничего не работает опять я говорю давайте я с компьютера скарлетт к вам зайду зашла та же самая проблема одну минутку сейчас позову эксперта зову габриэла несколько секунд ему взяла сообразить что там надо было клыкнуть там на окошечко и потом эта кнопочка высвечивалась и я клыкаю на на эту кнопочку вы понимаете какое поколение вот это новое они соображают явно не как я я думаю что я еще такая продвинутая ну конечно если сравнивать с поколением мамы эту я продвинутая а а потом приходит мой сын и я понимаю что я еще тот дупель так что да тринити сдала свой тест тринити сдала свой тест и достаточно неплохо сдала потому что как бы она она уже идеально она уже даже плакать начала вот это сама идея что там таймер и что от нее требуется вот этот быстро ответить это ее очень нервировало и она начала там уже чуть ли знаете не истерить но с учительницей они справились и она стала вы знаете она хорошо все сделала даже несмотря на ее небольшую истерику говорит я вам пришлю результат и она прислала в общем тринька достаточно это самая она у нее высокий скорый это слава богу а то я переживала это как раз по чтению было дальше я продолжаю ничего не снимать она приехала софия они с джюльеттой поехали встретили анжелику поужинали вместе они ездили в центр талса и там какой-то у нас раман место вот именно для вот этой вермишели китайской и в общем они давно хотели туда съездить в общем сейчас они все у нас дома я решила испечь торт думаю надо печь торты пусть будет пока для меня да ну заодно фотографировать и рекламировать и на своей странице и в группе делать больше выбора для покупок да ну в общем я начала печь торт и начала снимать думаю чё я буду просто его печь надо его снять и в общем пошло поехало и я в общем начала снимать сегодня так что здесь я ставлю рецепт тортика после этого итак для нашего торта вначале понадобится два желтка желтка мы добавляем два стакана сахара постираем желтки добавляем 300 грамм размягченного сливочного масла а также 2 столовые ложки мёда и опять начинаем смешивать миксером нам понадобится два целых лимона с кожурой цедрой лимонной смесь добавляем в масляную смесь 1 чайную ложку соды лимоном и добавляем 4-4,5 стакана муки и замешиваем тесто и делаем три коржа будем выпекать вставим в духовку пока на 10 минут там посмотрим нет это не пицца и так корж я выпекала 20 лет оказывается теперь выпекаем остальные два коржа анжелика вау девчонки ходили в ресторан на раман 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 в общем вермишель китайский какой все-таки у нее аутфит крутой нам понадобится 600 грамм сметаны теперь сметане добавляем один стакан сахара в этот крем добавляем опять 300 грамм измельченного грецкого ореха коржи смазываем кремом нашим сметана ореховым кремом в общем продолжаю это я для вас это будет казаться как будто время прошло для меня я просто отключилась и теперь опять включилась куда я еду сейчас у меня как бы третий корж торта остывает и потом я доделаю этот торт весь вместе очень вкусный торт кстати называется кутузов я не знаю у меня два рецепта торта кутузов и они отличаются как небо и земля знаете они даже не немножко похожи они совершенно не похожи друг на друга один вот этот который я сегодня пеку лимонный торт с орехами а другой кутузов это как больше как медовик слоеный много слоев и там два разных крема поочередно смазывается когда-нибудь им поделюсь тоже оба очень вкусные но совершенно различающие друг от друга две разные кулинарные книги так что выставлю в кулинарной книге этой группе меня там это самое опять расскажут что это такое это патентованный торт и бла-бла-бла дальше а скарлетт подружка мама подружки хотела узнать если скарлетт может прийти на плейдед я сказала окей так что поиграться в общем она сейчас у подружки я еду к ней потому что я забыл отдать и антибиотики и только что получила эсэмэс от мамы что типа они просят чтобы скарлетт ночевала но я не думаю и разрешу потому что мне надо будет едать до антибиотиков скажите скажу перед сном и утром рано так что я думаю это еще не хорошее время для ночевок ладно еду я скарлетт я подружка рисовали скарлетт сказала она нарисовала каспера это наш каспер о май гаошь he looks like a friendly ghost так следующая остановка я около ATM мне надо дэнины чеки сработаем сегодня принес не вчера принес надо вложить на счет сложила торт обмазала его кремом и сверху натираем шоколад о май гаошь о чём я думаю что у меня не застал о май гаошь о май гаошь о май гаошь Итак, комментарий дня, комментарий дня, кстати, торт готов, завтра у нас, друзья, праздник, 4 года каналу, капец, и Рики приезжает к нам в гости, завтра я готовлю ужин для Рики, ладно, так что, возвращайтесь завтра, сегодня видео еле набрало 100 просмотров, это вообще, ладно, не буду жаловаться, что есть, то есть, комментарий дня, комментарий дня я сегодня даю Андрею Павлюк, он пишет, о, як вам гарно, молодец, что підтримуєте традиції, а вышивати долго не будете мати часу с вашим ритмом, хоча можно вышивати и бисером так набагато швидше, в переводе, ой, как вам хорошо, молодец, что поддерживаете традиции, вышивать долго не будет вам времени с вашим ритмом, хотя можно вышивать бисером, это намного быстрее, я не думаю, чтобы вышивать бисером, я не знаю, как, я никогда не пробовала, но буду ли я вышивать, не знаю, и, ну, мало ли что, я могу удивить себя и вас, и вообще, посмотрим, время покажет, ну, а я буду закрывать влог, огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы, я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай! Субтитры сделал DimaTorzok